Синяя птица Двух объединений Фантазия и юный художник Руководят коллективом Педагоги высшей категории Петрова Наталья Юрьевна И Ковалькова Любовь Владимировна Дети сюда приходят с пяти лет И сразу ощущают себя юными творцами А свои творения учатся создавать шедеврами У вас наставать вдохновение Призады на терморке и постоветов И годы пронежут в одни мгновения Огромное спасибо вам за это Ребята учатся не только смешивать и наносить краски Рисовать линии, пятна, животных, людей Постигать законы цвета и композиции Работать разными материалами А видеть окружающий мир по-иному И выражать свое видение в рисунках В какой-то одинокий час Пока в глазах смеется небо Шагай, не опуская глаз Если вдруг в судьбе твоей случится Заблудиться в небе синий птицы Лети за ней, иди за ней Лети за ней, за ней, за ней, за ней Если вам среди обид и бед В пути удачи нет, как нет Взгляните вверх и все печали Развеет голубой привет Если вдруг в судьбе твоей случится Когда ребята освоят азы изобразительного искусства Они переходят в среднюю группу студии Где учатся по двум программам Фантазия и юный художник Учащиеся могут выбрать Что им больше по душе Из прикладных видов Если это батик и витраж Их научит Наталья Юрьевна Если графика и живопись Любовь Владимировна А верьте только синий плетий Среди ненастных облаков Если вдруг в судьбе твоей случится Заблудиться в небе синий птицы Лети за ней, иди за ней Заблудиться в небе синий Юноши и девушки, желающие продолжить обучение Основам печатной графики и графического дизайна Могут учиться по программе Графическая композиция, рисунок, живопись Или графический дизайн Педагоги студии проводят Серьезную воспитательную работу С учениками Что не могло не отразиться В содержании работ По гражданской патриотической тематике Проект скейт-парк Выполнен учащимися Третьего года обучения По программе Графическая композиция, рисунок, живопись Педагоги Ибрагимова Алия И Ахонова Светлана Выпускники студии Синяя птица Привет! Это я Меня зовут Алия Такое было много лет назад Когда я пришла в студию Изо при ДДЮТ Из школы искусств Родители предоставили выбор между ними В ДДЮТ была непринужденной обстановкой Неформальная Было красиво и уютно Педагог Петрова Наталья Юрьевна Оказалась яркая, интересная И тепло с нами общалась И мне было просто уютно и не скучно Как в школе Разговаривали о красивом Делали красивое Что еще может быть интереснее Для каждого очень важно найти место в этом мире Определиться со своими приоритетами Здравствуйте, это я Меня зовут Светлана Такой я была, когда пришла в студию Во дворце в 1995 году Я пришла к педагогу Ковальковой Любовь Владимировне Когда мне было 4,5 года Помню, что была очень неусидчивым И неугомонным ребенком Который 15 минут не мог высидеть на месте Работы над рисунком Но Любовь Владимировна терпеливо направляла меня За что я очень благодарна этому человеку Вспоминается даже не столько внешность, сколько образ Отношения, тепло человека И вспоминается с большим теплом и ностальгией Под тому беззаботному детству в изостудии Вспоминается, как мы рисовали по сказкам Пушкина Как нарисовала портрет любимого преподавателя Тогда состоялись мои первые шаги на пути художника Под присмотром чуткого педагога Я помню, что занятие всегда шла вдохновленная Узнав что-то новое И, как мне тогда казалось, волшебное Без погружения в мир творчества И правда волшебство Так я поняла, что хочу продолжить рисовать И всерьез заняться художеством После окончания художественного училища имени Рериха Я вернулась в родные стены дворца И вот работаю здесь Мне искренне хочется донести то прекрасное, что вижу я Показать мир фантазии и творчества Дать возможность каждому ребенку Найти в нем то, что раскроет его творческий потенциал И индивидуальность Я стараюсь быть чутким и внимательным педагогом Найти каждому ребенку подход Вместе с моим наставником Ковальковой Любовь Владимировной Мы проводим совместные занятия С использованием компьютерных технологий Жизнь каждого человека похожа на палитру На ней, словно краски, переплетаются события жизни Она постепенно превращается в цветущую плоскость На которой то появляются, то исчезают новые цвета Светлана и Алия работали педагогами ИЗО В студии «Синяя птица» После окончания художественно-промышленного училища имени Рериха В данный момент они получают высшее художественное образование Жизнь коллектива насыщена и разнообразна Ребята посещают выставки, зоопарк, театры, музеи Петербурга Выезжают за город Учатся наблюдать и видеть оттенки природы Анализировать и применять в своих рисунках увиденное В работе важно все Как она организована Готовность юного художника Постановка учебной задачи при объяснении материала Тогда и процесс творчества станет не только трудом, но и школой самоорганизации И результат будет радовать и вдохновлять на дальнейшее совершенствование Насте Зубаревой, ученице Петровой Натальи Юрьевны, 13 лет В июне 2012 года она в составе группы учащихся из-за студии Принимала участие в пленэрах в Кейло-Йо, в 30 километрах от Таллина В поместье Бенкендорфов-Волконских Фаль Руководила пленэрными занятиями Ковалькова Любовь Владимировна Ребята, впервые взяв в руки сухую пастель Смогли не только освоить незнакомые материалы технику Но и создать выставку своих работ, которые оценивала международная жюри Почетным председателем жюри стал князь Петр Андреевич Волконский Видный деятель искусства в Эстонии Настя Зубарева не просто стала победителем международного конкурса А ее работа была куплена в фонд замка Фаль И положила начало восстановления коллекции изобразительного искусства замка Наша группа рисовальщиков пошла на пленэр Будем рисовать озеро в акварели В конце смены, уезжая из лагеря, хочется, чтобы вы увозили отсюда настоящий шедевр Очень красивую работу акварель, где будет нарисован пейзаж А сейчас природа вам помогает Все очень красиво И поэтому, уезжая, каждый из вас должен увозить настоящее произведение искусства И уникальное произведение искусства То, которого нигде нет и ни у кого нет И надо постараться такую картину нарисовать, привезти домой Вы кисточкой, кисточкой намечаете Вот где у вас будет небо, границу, горизонт называют Отметили Где у вас будет озеро, легонечко отметили Да? И ваша задача, я вам дам палитры, кусочки бумаги Развести свет воды и раскрасить И развести свет неба И раскрасить Широкой кистью, вам понадобится широкая кисточка Дальше Смотрите на противоположный берег То, что далеко Там уже бурые такие цвета будут Постарайтесь сделать это разноцветно И раскрасить вдаль То, что вдали Это очень легко и просто Спасибо за просмотр!